у меня был конца людей у кого заболели родственники или друзья ну из 20 человек двое подняли руки и сказали что где-то там за границей двое там дальних родственников друзей заболело и и в общем то и все то есть никто не умер никто ну там в домах этого не происходит то есть если сравнивать там с гриппами или еще чем-то то понятное дело никакое сравнение не идет и если говорить о том что кто это к себе притягивает да вот так можно сказать то это как раз вот притягивают те ребята которые очень сильно повернуты на том чтобы посмотреть телевизор потом полазить в соцсетях потом поперепащивать как все плохо будет все хуже и да такие ребята они часто притягивают себе неприятности как помнишь был фильм такой невезучие жераром ну вот вот это как раз вот тот случай если ты хочешь чем-то заболеть то ты этим заболеешь да но мы сейчас говорим о том что что вот карантин то как бы отменили и как бы надо выходить на работу но я прямо вижу в людях сопротивление но может быть знаешь как это в америке потому что здесь у людей медицинские страховки здесь у них то пятое десятое у них тут вообще тут все по-другому я как раз про украину говорю ну не знаю я езжу как консультант по компаниям но может быть мне повезло и я приезжаю в работающие компании которые карантина тоже работали и как таковой нет может быть может быть скажем какие-то госорганы или еще какие-то такие службы да там может и нет особого желания работать давай я поясню смотри люди сейчас действительно те кто работали те и работают но я прямо вижу что начались проблемы да то есть люди начинают создавать ошибки опять появляются и там какие-то истерики паники на пустом месте еще раз говорю я замечаю что людей начали болеть родственники дети кто-то себя начал плохо чувствовать потому что ну я на это смотрю я понимаю карантин то закончился а неопределенность то осталось и более того да и месяца привычки их же никуда не денешь давай поговорим как мотивировать сотрудников на восстановление продуктивности вот ты как профессионал что скажешь ну вот например две недели назад я начал один новый проект с одной фабрикой и тоже был как раз момент продажи просели понятное дело во время карантина и что-то нужно с этим делать тем более что они производят мебель для ресторанов и ну это скажем специфическая тема на карантин они тоже были закрыты то есть не особо востребовано все что мы начали делать это мы вернули им утренние планерки утренняя координация постановка плана на день что ты хочешь за день причем мы тренировались и потихонечку ходили в ритм это и вот прошло дней пять да и я вижу что ребята все больше и больше начинают включаться потому что каждый день руководитель ведет такую табличку где видно что за день сделал каждый и можно посмотреть вася там столько заработала петя столько не заработал что же случилось неужели коронавирус повлиял больше на петю чем на вася а эту табличку сотрудники сами видят они ее сами заполняют они все видят то что делает мы сделали утром утром планы вечером отчеты ты не уходишь домой пока не отчитался если ты вдруг забыл и ушел домой то айчар тебе напомнит потому что если айчар не напомнит понедельник то есть на следующее утро айчар от шефа получите паша а таблиста делается она где-то на стене висит или она в google какая-то на сервере у них и есть кооперативный сервер и на на нем файлы общие все имеют ему доступ хорошо то есть есть по есть документ которым каждый сотрудник пишет свою то есть получается что каждый вывешивает свои планы и по каждому из этих планов он отчитывается каждый день да 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 и все это в простых цифрах просто простые цифры звонки предложения сумма предложений количество предложений сумма полученных там авансов оплат предоплат неважно хорошо супер и вечером отчет но у нас тайм-менеджмент классно кушаешь сама есть да утром план вечером отчет да это ж простой простой тайм-менеджмент я когда им советовал это сделать сразу тебя вспомнил а скажи пожалуйста есть же такие профи там должности например но с продавцом не все понятно а например если это тот же самый хотя наверно сейчас мне тоже понятно так бухгалтер они как и там считают нет бухгалтер там не считается хорошо а смотри а если вот а тебе давай я это классно то есть мы вводим утреннее планирование вечерние отчеты каждый день и как долго это будет длиться на самом деле мне кажется это будет длиться для них дальше всю жизнь потому что это хороший да им нельзя это сплавлять поэтому мы что-то по этому поводу сделаем например учредительный пишет по этому поводу какую-то оргполитику что так делать отныне и во веки веков и айчара обязуют за этим смотреть и если вдруг айчара прохлопает тогда айчару делать больно хорошо супер с этим определились чудесно да пошли дальше а например если на сотрудники некоторые сидят дома не так хорошо дома работается что они хотят оставаться дальше дома что это это определенная проблема люди привыкли некоторые у кого хорошо получалось работать из дома и вот сейчас для некоторых компаний это есть проблем всегда купы потому что и да сейчас как раз вот как вот с еще одним клиентом я общался время встряхнуть заново там штат и посмотреть кто чего стоит и на самом деле ну вот у него радикальное решение те сотрудники кто во время карантина проявлялся неэффективно тех сотрудников сейчас просят скажем пойти устроиться на работу конкурентом да 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 это же и да 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 ну как друг друг познается в беде да и вот как раз сейчас беда наша общая и либо ты в строю либо у тебя там что-то постоянно случается и тогда ну наверное ты не наш человек да и все потому что если говорить о каких-то дополнительных таких вот мотивациях да если у нас тема мотивация персонала что можно сделать то здесь ну вот один вариант это мы утром ставим планы вечером отчеты то что вот тайм-менеджмент и еще один момент это могут быть какие-то внутри корпоративные игры которые мы устраиваем либо среди отделов чтобы их встряхнуть либо среди сотрудников чтобы их опять же встряхнуть слушай а мне сразу тебе вопрос по поводу игр я честно говоря я противник собачьей психологии то есть я вот этот противник во всяких разных марафонах да там дело сделать 10 приседаний надо себе за это конфетку я вот прям терпеть это не могу я делаю 10 приседаний для ради моего здоровья будущего и всего остального я понимаю зачем но тем не менее поскольку это в мире везде тусуются то каждый раз когда я запускаю какие-либо соревнования всегда я получаю встречный вопрос а какой приз вот что ты скажешь по этому поводу несколько лет назад я организовал игру между двумя моими компаниями клиентами игра была очень простая победители команда топ-менеджеров идет в ресторан так и в общем то приз приз так себе потому что ну любой топ может и сам сходить в ресторан ему для этого не нужен какой-то прям повод а фишка была в другом кто платит за поляну команда проигравших топов из своей личной зарплаты и вот это в корне меняло дело потому что никто не хотел прийти вторым хорошая тема да игра была простая кто больше дохода в течение месяца в компанию ну в смысле какая компания больше дохода в процентах процентах по отношению к прошлому месяц принесет вот та и молодец да и очень-очень хорошо взбодрились обе команд настолько хорошо что прирост был порядка ста процентов по сравнению к прошлому месяцу классно кстати спасибо большое надо на такое запустить с моими партнерами но смотри вот у нас есть тренинг ли по управлению людьми мотивации лидерство мотивации называется мы там людей делим на команды и они там они просто команды но самим фактом того что мы их разделили на команды они сами автоматически включают какое-то соревнование например там какое-то задание и я говорю победит та команда которая первая выполнит задание никакого приза никакой награды просто мы сказали вы молодцы и у них прямо у тех которые победили у них прямо счастье невероятное а те которые не победили они нам такие расстроены хотя это просто тренинг там ничего не происходит там никаких там даже ресторан никого не свозили есть несколько категорий людей и я думаю ты про них знаешь и одна из этих категорий это игроки которые видят цель которые хотят победить они знают правила и они все делают для того чтобы победить вот как правило нормальные топы относятся к категории игроков и конечно всегда есть люди которые не игроки ну например если мы на тот же футбол посмотрим то там есть не игроки это зрители люди которые сидят на трибунах да они конечно говорят мы любим спорт особенно футбол они зрители от них ничего не зависит они наблюдают да 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 мы болеем с пивом в руках и вот как правило если мы посмотрим на компании то такие ребята в каждой компании есть и ну не знаю какой-нибудь там завскладок кассиры еще что-то грузчик и ты ему сколько не рассказывай про наши стратегические цели он на тебя смотрит как космические корабли бродят простор нашей вселенной да и потом по итогу месяца там но я на работу ходил ходил я ни разу не опоздал нет платите мне мою зарплату они нужны они им нужна зарплата но разве эти люди не могут включиться в игру ведь могут ну таких качать гораздо это делать регулярно 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 и за дня в день как соревнования между сменами соревнования между бригадами они конечно там это тоже может быть но просто на своем каком-то уровне и это должно быть не навязчиво потому что такие ребята так как они все-таки зрители больше то они не любят сильно напрягаться пока их игра не увлекла по-настоящему вот они напрягаться не будут поэтому напряжение должно быть очень очень постепенно ну типа там я не знаю там мы помыли сегодня там два этажа ну а мы помыли два этажа и еще один маленький там хвостик да 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 там лестничную площадку там да ах вы молодцы мои говорит руководитель и там всем по конфетке раздал а вторым ничего поп на следующий день они помоют каждый по два этажа но те помоют хвостик а те помоют еще два хвостика и вот так есть большая вероятность что через полгода эти ребята действительно будут классными такими мотивированными мощными сотрудниками если конечно среди них не попадется еще одна категория людей про которую мы с тобой тоже знаем это разрушитель игр и что делать разрушитель игр а разрушитель игр разрушают игры все понятно из названия директор выходит а это очень просто проявляется выходит директор на собрание и говорит ребята на следующий месяц я решил что мы можем сделать на 20 процентов больше я каждому выдам на 20 процентов больше зарплаты как вам такая идея такие хорошая идея еще корпоратив устроим шашлычок поедим отличная идея директор довольный собой уходит а потом кто-то из сотрудников говорит вы слышали что этот красавец предлагает чтобы мы попахали чтобы он новую машину себе прикупил шашлычок такие шутники если его спросишь там ты чё это говорит я пошутил вы не так поняли ну вот такие вот вещи и если такие ребята есть компании ну вот представьте директор вышел сказал а потом этот как бы пошутил кавычках то какой будет эффект никакой игры не будет одного разрушителя достаточно чтобы всю компанию свести к какому-то вот такому минимуму а как еще может вести расскажи пожалуйста ну например он может съедать продуктивных сотрудников например кто-то в отделе продаж очень хорошо работает и вдруг оказывается что он например я не знаю там гомосексуалист его видели в компании с кем-то там да или там еще что-нибудь про него что он откаты берет что ну не важно что бьет детей приходит на работу немножко пьяный никто правда этого не видел кроме говорящего говорящего да но такое и этот сотрудник в какой-то момент оказывается под взглядом руководителя который в этот момент забыл про результаты сотрудника зато помнит хорошо про сплетни и тут по сотруднику и конец хорошо а вот например такой вариант когда вот человек который вытаскивает что у нас не так его как бы обобщает и говорит а у нас вот не так а у нас там не так а потом когда начинаешь копаться выясняется что это там кто-то один что-то не сделал но вот эти вот обобщение а у нас вот не так а у нас вот не вот это и отрывать людей во время работы это может быть разрушением игры ну это не только игры это в принципе разрушение коллектива опять же возьмем ну вот у меня есть клиенты у них есть очень большой скорбь 40 сотрудников там работают ну не очень-очень ну такой побольше не маленький и они отправляют где-то 120 посылок в день эти 40 человек но это не маленькие посылки то есть им отдать всем работают и в неделю у них где-то 3-4 получается ну не точности да не то отправили пересортиться надо клиенту дослать что-то потом забрать у него что-то там оптовые компании и вот я провожу интервью общаюсь с одним из сотрудников молодым да задорным и он говорит у нас все очень плохо на складе сотрудники очень плохо работают начальник вообще не начальник и тут все надо менять везде где я работал в больших крупных компаниях там все по-другому а здесь все плохо будет еще хуже если вы не сделаете то что я вам говорю ну и парень там метит в начальнике понятное дело вот мне парень на первый взгляд очень понравился потому что очень такая логика очень аналитично да правильно да 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 и потом я попросил цифры у другого сотрудника а у него кстати тоже попросил там типа много брака я говорю ну а сколько в неделю я точно не помню для меня это был звоночек и я попросил как раз у него ну другого сотрудника подготовить нормально очень немного окей поэтому говорить о том что начальник плохой и все плохие и надо срочно менять ну вот вот нет хорошо поэтому да вот разрушители проявляются по-разному да а вот смотри например я заметила что бывает так что в компанию приходит новый сотрудник а особенно если на какой-то там ответственный учащийся вот там руководитель отдела продаж например вот он приходит и он сразу начинает создавать какую-то систему которую лично он сам привык и сотрудники сопротивляются да ну потому что им это неудобно а он создает себе эту систему а потом проходит какое-то время у него ничего не получился он ушел и старого нету и нового нету и результата нету или еще что-то вот что ведь на самом-то деле человек же хорошего хотел и не не разрушает ли он при этом что с ними делать с начинающими мы сейчас ведь не о политике говорим правда я кстати к вопросу о политике тебе скажу такую интересную штуку компании баз у меня был клиент он был самым главным там вот по региону прям целом у них такое было правило что новый руководитель не имел права вносить никаких изменений 100 дней своих первых то есть он должен был делать все то что делал предыдущий и только через 100 дней он имел право делать какие-то изменения вот это тоже если ты прокомментируешь будут либо признательно в другой области в одном вузе когда приходили новые преподаватели то им давали разработанную предшественниками программу которые были молодцы практике и им запрещено было два года в эту программу вносить изменения то есть даже до двух лет но это было правда давненько лет 30 назад сейчас изменяется быстрее уже можно там чаще вносить изменения но тем не менее это правило действительно сохраняется потому что если приходит новый начальник и даже если он не приходит со стороны а просто подымается изнутри то в своими изменениями он может как у нас говорят с водичкой и младенца выплеснуть точно сломать систему окей даже если кажется что все очень очень классно и красиво все равно пусть сначала в нашей системе поработает правильно что-то что работало хорошо сам программист и закон такой что если программа работает да это как с фейсбуком регулярное обновление приводит тому что она начинает работать хуже и хуже не идеальные программисты да поняла вот поэтому я могу сказать что конечно ситуации бывают разные если начальник отдела продаж толковый парень пришел на пепелище которое осталось от предшественника то конечно он имеет право на любые изменения потому что системы нет но если и до него система работала и продажи были хорошие и обороты росли постепенно да то действительно ему надо первые несколько месяцев внимательно изучать ситуацию чтобы потом понимать что действительно можно немножко добавить чтобы улучшить там или что покрутить здесь чтобы исправить какой-то мелкий недочет но как правило это не будут какие-то крупные судьбоносные решения потому что действительно такие ребята в хорошую когда приходят в нормальный отдел продаж положительно работающий они своими изменениями просто все могут поломать очень сильно по технологии наса может быть ты знаешь название подскажешь мне сейчас я тебя плохо слышала поэтому не очень понимаю о чем сейчас идет речь появится связь и я попрошу тебя повторить и это было очень так давай повтори пожалуйста про технологию наса да 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 у меня есть клиент который сотрудничал с американской сетевой компанией которая продавала и продает очистители воздуха по технологии наса и это сетевая компания они работали с многомиллионными оборотами реально было у них все очень очень хорошо пока в руководство компании не пробралась парочка разрушителей игр и не обанкротили случайно эту компанию эту компанию купила соответственно другая американская компания которые пришли и сказали а сейчас все будет иначе и полностью поменяли весь маркетинговый план который был для сетевиков и обороты упали в 10 раз вау да да поэтому не надо трогать программу которая работает хорошо даже если она работает плохо она все равно работает надо разобраться как она работает научиться ею пользоваться а потом только и улучшать правильно но если компания до тебя была в плюсе мы не можем сказать что она плохо работает то есть она уже работает хорошо конечно она может работать лучше это без вопросов это всегда но все постепенно и только через место некоторое время хорошо а вот смотри очень часто когда речь идет о мотивации сотрудников всегда говорят о деньгах скажу расскажи мне пожалуйста о волшебстве денег в отношении мотивации и существует ли вообще что ты думаешь о мотивации о мотивации деньгами ну я могу сказать что если бы мне не платили мои клиенты деньги я бы к ним не приходил я тебе могу честно сказать я наверное как это называется меркантильный человек но мне мне деньги нужны для жизни но конечно мне нужны не только деньги да поэтому я могу сказать что я не ко всем клиентам прихожу даже если они платят мне деньги или там предлагают мне деньги даже если это хорошие достаточно деньги и вот здесь я понимаю что мне с этим человеком не по пути а есть люди которые говорят ну я не на все готов про денег окей тогда давай давай поговорим деньги нужны людям и это правда что без денег люди на работу не ходят я замечал если перестаешь сотрудникам платить деньги через какое-то время они пропадают из компании я не знаю может голодные омороки может быть там еще что-то вот она другой момент что деньги не единственное что людям нужно и и вот об этом часто забывают руководители компании потому что у нас очень много внимания на деньгах купи то возьми кредит на это потрать сюда ты цего варта да и все вокруг денег крутится если мы забываем о деньгах вернее если мы забываем о других вещах то тогда у людей начинается немножко потребительское отношение ты ему платишь зарплату он делает потом ты говоришь слушай вот здесь нужно еще это сделать а я не за это не платят и начинается вот а если мы кроме денег вносим еще какие-то вещи соревнования там лучший продавец месяца еще что-нибудь такое то это сразу же добавляет огонечку ну вот недавно ехал я в днепропетровск через кривой рог машины и глухое село в глухом селе заправка окка я захожу на заправку окка пока там по хот-догу по кофе и пошел помыть руки на стене возле туалета висит доска где по каждому сотруднику этой заправке написано какой он молодец написано что ему надо улучшить по мнению руководителя очень мягким языком таким и написаны какие-то там оценки то есть кто в какой день сколько очков заработал там какая-то корпоративная система я не разобрался но увидел что там кто-то лучше кто-то не так хорошо я когда спрашивал у операторов которые нас обслуживали как это работает они говорят ну нам стало интереснее работать потому что когда людям неинтересно тогда они просто начинают уходить хорошо хорошо насколько я понимаю мы говорим о том что деньги это просто некая база которая просто должна быть потому что ради денег люди ходят на работу а если человек плохо свою работу выполняет и ты ему за эту работу платишь столько же сколько за хорошую то что будет как раз у него будет демотивация ну я стараюсь наверное не платить сотрудникам за плохую работу у него будет демотивация и даже если он эти деньги возьмет то он будет недоволен он будет ворчать он будет говорить что мало он будет вредить дальше возможно больше и мы все это видели таких ребят не сунов которые с каждым месяцем уносят из компании все больше и больше и больше и либо их ловят за руку либо избегают какую-то другую компанию но и все это для них в результате плохо заканчивается хорошо я поняла у нас прошло полчаса мы стараемся обычно не делать больших эфиров потому что мы экономим время людей вот но я сейчас хочу чтобы первое чтобы ты мне сейчас дал несколько советов в отношении мотивации людей сотрудников вот и как консультант а потом этим еще один вопрос задам парочку советов 5 хорошо первое в компании должны быть игры и это должно быть больше чем одна игра окей второе правило игры должны быть справедливыми для всех сотрудников то есть руководитель не руководитель не без разницы ну либо мы делаем там высшую лигу первую лигу вторую лигу да то есть чтобы было чтобы людям было интересно в нее играть если я начинающий продавец и играю с матерым зубром пятилетний там десятилетней давности то я никак побежу его там объема не перебью и ну вот следующее у каждой игры должен быть приз это что-то должно быть что людям хотелось бы получить не стоит скажем прыжок с парашютом делать приз в отделе где есть люди которые боятся высоты бухгалтерам прыжок что так ну и вот слабое место всех таких создателей игр они забывают игру пиарить и игру надо пиарить регулярно несколько раз в неделю несколько раз в неделю или даже каждый день чтобы люди об этом помнили и соответственно игры должны быть коротким. Ну, несколько недель, ну, максимум, там, два месяца что-то такое. Потому что на долгосрочной дистанции сотрудники просто забывают и съезжают. Хорошо. А вот это прямо интересно. А так, давай связь подожду. Это у меня появишься на связи, чтобы задать тебе вопрос. Всего этого. А вот если мы играем в 3-4 недели, нет? Да-да-да, говори. Ага. Так, поддерживать дух игры. Может быть, помнишь, даже был такой фильм старый советский «Девчата». Да. Люди старшего поколения помнят. Там, где играли лесорубы, ну, они не играли, у них был план, и тот, кто перевыполнил план больше, того в газете печатали, на доску почета вешали, премии давали, на курорт он ехал отдыхать раньше других. Ну, вот какие-то такие вот вещи, простые, обычные. Но работают прекрасно всегда. Да, работают прекрасно. Хорошо. Ну, и теперь, значит, завершающий вопрос. Расскажи немножко о себе, чтобы участники нашего эфира знали, кто ты такой, и как тебя можно использовать. консалтинговой компании «Бизнес Форвард» в Украине. Я специализируюсь, или моя компания специализируется на том, что мы систематизируем деятельность предприятия, помогаем прописать все бизнес-процессы, регламенты, правила для того, чтобы компания могла масштабироваться для филиалов, для франшиз, или просто избавиться от незаменимых сотрудников и более легко работать. Ну, вот, собственно, в этом плане меня и моих сотрудников можно использовать по максимуму. Я написал три книги. Я муж, я отец двоих детей. И как бы ко мне можно обратиться за советом по этому поводу, как 20 лет прожить в браке с одной и той же женой. Что-нибудь такое. Отлично! Я даже знаю твою жену. Да, спасибо. Ну что ж, друзья мои, мы сегодня поговорили с Александром. Вы теперь знаете, как вы можете использовать Александра. И сейчас сразу скажу, почему мы этот эфир сделали. Я начинаю кампанию по восстановлению жизни офисов, сотрудников, владельцев бизнеса после карантина, потому что я прямо понимаю, что карантин закончился, и теперь пора вылезать из карантинной ямы. Спасибо большое тебе, Саша. Друзья, обращайтесь к Александру, обращайтесь к нам, мы вам поможем его найти. Спасибо большое. Спасибо, Людмила. Спасибо. Так, чудесно. Отлично. Отлично.